Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях Чувашии прямо сейчас. На утро 10 апреля в Чувашии 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Под наблюдением находится 814 человек. Все, кто контактировал с зараженными COVID-19, сейчас находятся в обсерваторах. Это в первую очередь родственники заболевших и ближние контакты. Всего 42 человека, по данным Минздрава Чувашии. Республиканский обсерватор организован в санатории «Лесная сказка» Чебоксарского района. Первых так называемых контактных туда привезли 2 апреля, вторую группу – четвертого. Анализы на коронавирусную инфекцию у них берут трижды – в первый день, спустя неделю и под конец 14-дневного карантина. В нашем распоряжении оказались кадры из обсерваторов санатории «Лесная сказка». По словам автора видео, девушки оформили больничный, а первый результат на COVID-19 был отрицательным. В комнате живем мы втроем. Никуда нельзя выходить. На улицу тоже не выпускают, только в комнате живем. Вот так вот как-то. Есть воздухоочиститель. Вот это вид из окна. На улицу ходят полиция и ОМОН. Но врачи практически не заходят. Изредка только узнают, как самочувствие. Также в режим обсерватора переведено три больницы в Урмарском районе. В таком положении оказались два терапевтических корпуса ЦРБ. В стационаре – 30 пациентов и 44 сотрудника. Его превратили в изолятор, потому что анализ на коронавирус подтвердился у одного из пациентов этой больницы. В таком же положении сейчас две чебоксарские больницы, где коронавирус подтвердился у сотрудников, которые контактировали с больным пациентом. На карантине сейчас стационарные корпуса больницы на Чапаевском поселке и второй городской больницы – бывших ЭБК. В первой размещены 174 человека, во второй – 159. Они находятся там круглосуточно и изо всех сил стараются не скучать. Руки, перейдем. Назад. 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 Работаем на тайну. Раз. Три – три – два. Рейдем на тайну. Сосед�ись. В районах республики тоже ведется борьба с распространением коронавирусной инфекции. О том, как это происходит в Урнарском районе, узнала наша съемочная группа. Мы, допустим, оповещаем все юридические лица, всех индивидуальных предпринимателей о запрете либо разрешении торговли. Оповещаем население о самоизоляции, что больше смущает и волнует именно вот эта ситуация, когда очень много проезжающих останавливаются там, затариваются и так далее. Но вот не видишь, не знаешь, откуда человек едет, больной он, не больной. Жители села с пониманием относятся к ситуации и сами добровольно принимают меры для защиты. У меня второй ребенок болен онкологией, у третьего тоже иммунодефицитное состояние, поэтому это очень серьезно. Я одна из первых, которая вышла здесь в селе Калинино в масках, перчатках. А вообще что можете посоветовать своим односельчанам? Одевать маски, одевать перчатки, не пускать на самотек, что это где-то там, уже здесь. Инфекция рядом с нами. Повязок нету, сама шила. Бинты очень подорожали, вообще невозможно. Повязки, говорят, за 250 рублей продают. Если в городах жители старались заранее закупаться продуктами, то в селе гораздо спокойнее. То у нас такого не было. У нас все стабильно, все нормально. Хлеб есть, вода есть, все продаем, как колбасы, рыба, все есть у нас. Похоже, что волнение первых дней улеглось. Сейчас, когда все стало понятнее и серьезнее, все понимают, противостоять вирусу можно, сохраняя здравый смысл и соблюдая все требования медиков и представителей власти. Александр Соловьев, Богдан Адонникова, Бахтияр Велиев, Республика. Как предпринимателям получить отсрочку в банке? Что делать арендодателям? Сдвинется ли срок подачи налоговых и других документов? На самый актуальный вопрос по поддержке малого и среднего бизнеса в Рио главы Чувашии Олег Николаев ответил в прямом эфире. В нашей республике почти 8,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Более 80% – индивидуальные предприниматели. По данным Минэкономразвития, потери бизнеса только в сфере потребительского рынка составят не менее 6 миллиардов рублей. На федеральном уровне принят ряд антикризисных документов. Республика включилась в их реализацию. Прежде всего, на 6 месяцев продлили сроки уплаты налоговых и других платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, на налоговые проверки. Активно ведем работу по вопросу обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Здесь мы совместно с ресурсно-снабжающими организациями, прежде всего, отрабатываем формы такого рода поддержки. Если мы их отсрочим, эти услуги жилищно-коммунальные, нам надо тогда найти форму поддержки для ресурсно-снабжающих организаций. Появилась отсрочка по уплате аренды недвижимости. В ближайшее время будет возможность получить беспроцентные кредиты на оплату заработной платы. Для этого расширится программа льготного кредитования и снизятся кредитные ставки по принципу 1.3.1.3.1.3. Это когда процентные ставки разделяются между банком, государством и самим предпринимателем. Во время прямой линии у всех желающих была возможность задать вопрос Олегу Николаеву. Работодатель требует от работников написать задним числом заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Вообще, насколько это все законно? Категорически незаконно, даже дослушивать не буду вопрос. Категорически незаконно. Если такие случаи есть, значит, тут же обращайтесь. Вчера президент страны четко сказал. Значит, мы, то есть государство, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне региона, будет поддерживать тот бизнес, который будет обеспечивать занятость людей, сохраняя заработную плату. Если бизнес какими-то методами ущемляет права работников, то автоматически мы будем поддерживать этих работников, а не бизнес. Индивидуального предпринимателя Александру Власову интересует вопрос об отсрочке кредитов. Банк, куда она обратилась, не дает отсрочку, просит справку о заболевании вирусом. Здесь, на самом деле, механизм пока еще только разрабатывается. Будут пересматриваться в том числе размеры кредитов, которые будут подлежать к реструктуризации через предоставление кредитных каникул. И, скорее всего, будет регулироваться и сам порядок. Здесь, конечно же, первично, на мой взгляд, не факт заболевания коронавирусной инфекцией, а факт, насколько человек пострадал от того, что он пострадал из той ситуации, которая вызвана коронавирусной инфекцией. За час прямого эфира поступило около 600 вопросов. Большая их часть касались налоговых льгот, отсрочки по уплате кредитов, стоимости аренды в закрытых торговых центрах. Все вопросы и предложения рассмотрят в ближайшее время и ответят заявителям. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Кредитные каникулы в Чувашии предоставляют. Однако одобряют их зачастую только при наличии документов. Хотя по закону должны предоставлять по первому обращению и дать три месяца, чтобы собрать справки. Так же, как и многим предприятиям, банкам в сложившихся обстоятельствах приходится налаживать онлайн-обслуживание клиентов. Однако наплыв людей и работы в связи с начавшимися выплатами зарплаты и пенсий вынуждает открывать большее количество офисов. Само собой, с соблюдением всех эпидемиологических норм. Все же некоторые отделения сократили часы приема. Многие руководители банков во многом зависят от решений своих головных офисов. Возможно, поэтому система одобрения кредитных каникул не заработала в полной мере. И из всех обращений львиную долю отклоняют. Это очень серьезная проблема по Сбербанку. То, что сегодня, по крайней мере, со слов руководителя филиала, о том, что автоматическая пролонгация не происходит и требует с людей, заемщиков документы. Это непонятно. Сейчас мы буквально в оперативном режиме займемся, почему такое. То есть, ваш вопрос, это только в Чуваше или по всей стране. Мы постараемся как-то максимально поспособствовать тому, чтобы этот вопрос решился. Но поскольку это требование закона о том, чтобы дать возможность, то есть должна быть предоставлена возможность заемщику обратиться в сегодняшних условиях, потому что люди находятся на самоизоляции, у них нет возможности собрать документы и прийти в банк. В законе написано, что буквально с помощью онлайн всяких сервисов и просто по обращению по телефону банк обязан предоставить такую отсрочку. Гражданину, заемщику дается возможность в течение 90 дней эти документы предоставить. Но если документы, подтверждающие снижение доходов или больничные, не будут предоставлены, заемщику придется оплачивать и кредит, и штрафы. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы Республика в 13.00. До встречи!